Великой Победы С 11 до 12 часов запланировано прохождение колонн бессмертного полка по улице Победы от автотранспортного предприятия до памятника воину-освободителю. На перекрестке улиц Льва Толстого и Победы к шествию присоединятся представители ветеранского сообщества, а также жители ближайших микрорайонов, учащиеся образовательных организаций и юно-армейцы. Как и в прошлые годы пройдет популярная акция «Георгийская ленточка» с бесплатной раздачей этого священного символа Победы. В полдень на главной площади города пройдет театрализованный митинг и возложение цветов у вечного огня. Затем у городского дома культуры на различных интерактивных площадках состоятся тематические программы «Вальс Победы», «Землянка», «Фронтовая каша», «Медицинская палатка» с участием самодеятельных артистов и волонтеров. В 19 часов на стадионе ДСШ состоится большой концерт, а завершится программа праздничным фейерверком. Праздничные мероприятия пройдут и в других населенных пунктах района. Значимость этого праздника трудно переоценить. Это не значит, что мы просто 9 мая должны отмаршировать. Я уж не говорю о внимании нашим ветеранам, о том, что мы должны уже с сегодняшнего дня делать все то, что бы нам напоминало об этой дате. Глава муниципалитета Андрей Медных призвал руководителей предприятий, учреждений и организаций района начинать необходимые мероприятия по праздничному оформлению своих территорий, чтобы достойно встретить великую дату. Пошло, но... Пошло, но... Пошло, но... Пошло, но... Продолжение следует...